Я взяла кисть, так щедро нанесла и ставьте на паузу. Я нанесла и говорю, слушай, это то, что надо. Вот, господи, о чем я вам рассказываю, знаете, намазаться, не ем, да хоть намажусь. Всем привет, сегодня приглашаю вас на уютные домашние посиделки. Будем разговаривать о фаворитах этой осени. Я расскажу о том, что я любила, чем я пользовалась чаще всего. Если вы хотите чем-то со мной поделиться, то, пожалуйста, пишите в комментариях, что любили вы, что вам нравится этой осенью. Я скажу честно, что я где-то так до 30 лет, наверное, не особо любила осень, потому что мне казалось, что это самое грустное время года. У нас довольно резко наступали холода. Я не успевала переключиться с вот этих долгих прогулок на свежем воздухе, с сезона грилей и со всего того, что дарит лето. И когда дети были маленькими, тоже вот эти вечера казались просто бесконечными, когда за окном дождь, потом быстро появлялся смог. И все это заставляло нас сидеть в четырех стенах. А в этом году у нас настолько теплая, солнечная, красочная осень, что мне даже не хочется, чтобы она заканчивалась. Вот хочется сохранить все в таком состоянии и ждать праздников, нового года и вот этой неимоверной, даже немножко сказочной зимней атмосферы. Так что мой первый фаворит, как ни странно, это сама осень. И чтобы еще больше порадовать себя этой осенью, я купила палетку от марки Hourglass. У нас была скидка в Sephora минус 20%, и я подумала, почему бы не дать ей второй шанс. У меня когда-то была классическая с бронзером, пудрой и хайлайтером. И, честно говоря, на мне она смотрелась как-то, ну, не очень, мягко говоря, потому что пудра была слишком светлой, хайлайтер тоже, а бронзер рыжим. Я стояла, крутила-крутила вот эту палетку в руках и думаю, ну ладно, возьму, посмотрим, что из этого получится. Здесь чуть более темная пудра, румяна и хайлайтер. Я должна сказать, что это палетка Photoshop. Мой выбор оказался попаданием прямо в яблочко. Я очень довольна своей покупкой. Эта палетка творит на лице какие-то чудеса. Я пользуюсь всеми тремя средствами. Пудра очень интересная, потому что она и фиксирует макияж, и дает, как бы, дополнительное покрытие. Минимальное, но все-таки оно есть. Поэтому я люблю ее использовать с легкими тональными средствами, со средним покрытием. Вот, и она сглаживает рельеф визуально, но и при этом придает коже очень красивое, дорогое свечение. Если говорить о том, на что это больше всего похоже, то это что-то среднее между пудрой от Estee Lauder Perfectionist и Neo Nude от Armani. То есть, она не такая плотная, как Armani, но и чуть плотнее, чем Estee Lauder. И румяна очень красивая. Между прочим, они довольно яркие. Я сначала взяла кисть, так щедро нанесла, и они казались такими безобидными, а я переборщила. Так что набираем немного. Очень красивый, освежающий розовый оттенок. И хайлайтер, да, это не самый мелкодисперсный хайлайтер, который я видела, даже по сравнению с белорусским, вот этим популярным. Он не настолько мелкий, он не настолько как бы незаметный по своей текстуре. То есть, если присмотреться, то здесь есть такие микроблесточки. И оттенок у него и не слишком холодный, но и при этом не желтый. Я иногда смешиваю его с пудрой. Кстати, пудру я наношу прямо на все лицо. Для кого-то это может быть финишная пудра. То есть, эти средства можно использовать уже после вашей фиксирующей, матирующей пудры. Кто как любит, меня не смущает вот такое очень сильное сияние. Поэтому я беру кисть и прямо на все лицо. Очень довольна, очень. Если вы любите спонжи для макияжа так же, как я, то сейчас ставьте на паузу. Ищите название в инфобоксе, сохраняйте, делитесь с подружками. Рассказывайте знакомым визажистам, потому что эта губка, это нечто. Бренд называется Ибра. Он супер мягкий, супер пластичный. Он хорошо отмывается, он прочный. Он не такой пористый, как бьюти-блендер. То есть, соответственно, съедает меньше средства. Я заказывала его на Lady Makeup. Кстати, недавно я снимала отдельное видео о своих недорогих находках. Там также упоминаю своих фаворитов даже не только осени, а нескольких месяцев. Если вы пропустили этот ролик, я оставлю вам ссылочку и в инфобоксе, и здесь. Спонж стоит в три раза дешевле бьюти-блендера. И качество у него феноменальное. Последние три месяца я не могу сказать, что я была свежа, как майская роза. Скорее наоборот. И без консилера все было ну очень так себе, мягко говоря. И чаще всего я пользовалась консилером от марки Evelyn. Да, я его даже наносила как корректор. То есть, для того, чтобы скрыть все мои высыпания. Для того, чтобы перекрыть усталость на своем лице. Это кремовый консилер. Он имеет хорошее покрытие. Я бы сказала, что это такой средний плюс. Его можно наслаивать. Я его наносила как под глаза, так и на все лицо точечно, понятное дело. У него очень приятная текстура. Кстати, у меня наконец-то нужный мне оттенок. Это номер два. Но оба, и первый, и второй, это те, которые у меня есть, человеческих цветов. То есть, это такой нейтральный бежевый оттенок. Я всегда тщательно отношусь к тому, что я наношу под консилер и какую пудру я использую. Поэтому мне этот консилер со всем остальным, чем я пользуюсь, ничего не пересушивает. Он держится хорошо, не западает в какие-то морщинки, в складочки. Вот, поэтому тоже вам советую. У него здесь большой объем, целых 15 миллилитров. Ну и, конечно, при таком количестве в тюбике его хватит на очень-очень долго. Среди всех тонирующих средств хотелось бы выделить вот этих двух товарищей. Сисикрем от марки Фармацерис. Это тоже польская марка. Я активно использовала в жизни, но на канале ничего особо о нем не рассказывала. Потому что он такой специфический. Во-первых, у него один единственный оттенок. И он далеко не светлый. И он подойдет тем, у кого средний оттенок кожи. То есть и не слишком загорелый, но и светлые девочки тоже не смогут им пользоваться. То есть, этот цвет немножко загорел и меня. Я пользовалась им все лето, получается, осенью. И зимой, если я не загорю, но никак. Я очень любила его за уходовое свойство, которое он дает. То есть, явное, ощутимое увлажнение, но у него хорошая пигментация. Его не нужно много наносить, чтобы лицо не казалось какой-то такой неестественной маской. И также он предотвращает пересыхание кожи. И, конечно же, явный визуальный эффект. То есть, наносишь, и личико такое свежее, отдохнувшее. Оттенок лица равномерный. И здесь SPF 30. На каждый день для меня это было идеальное средство. Но я понимаю, что оно не универсальное. А второй тон сродни матовых, очень стойких. Это Lancome Tone D'Ole, только версия нюд. У меня есть и классический, один из самых любимых, между прочим. А вот этот тоже для меня тон на выход, потому что он легче, чем классический. Но также хорошо и скрывает поры, и держится. Он никуда не мигрирует в течение дня. Вот как вы нанесете его с самого утра, так он и будет держаться до позднего вечера. Он не проваливается в морщинки. Я его даже не припудриваю. Я думаю, что он должен понравиться, по моим ощущениям, тем, у кого жирная кожа и комбинированная. Если на лице есть сухие участки, то уделите им должное внимание именно в плане ухода, чтобы он все это дело не подчеркнул. Также покажу вам мои любимые серьги. Вы часто о них спрашиваете. Они, между прочим, легенькие и не вызывают у меня раздражения. Это не я такая молодец, нашла их на просторах интернета. Мама заказала, я как раз была у нее. И принесли посылку. Я говорю, мам, и вот эти, вот эти классные. Она говорит, ладно, забирай, потому что они стоят 3 копейки буквально. И как ни странно, именно вот эти мне понравились меньше всего. Но по факту ношу их чаще, чем все остальные, которые у меня есть. Они смотрятся так стильно и очень хорошо вписываются практически во все образы, которые я создаю. Даже вот сейчас, просто сидя в водолазке, можно надеть более скромные серьги. Да, для меня это скромнее, чем то, что сейчас на мне. Вот, и все смотрится гармонично. Спасибо, мамочки, за такую чудесную находку. И ссылку я оставлю вам в инфобоксе. Средства для губ. Начнем с вот этого, потому что это что-то нетипичное. Я даже не знаю, как вам это объяснить. Это и как блеск с маслами, но и тинт, и ухаживающий продукт для губ. Это марка Нарс. Я очень надеюсь на то, что они будут в постоянной линейке, потому что это была лимитка. Если еще где-то увидите, очень советую. Это нечто, пусть это будет просто масло для губ в оттенке оргазм. Причем он не просто классно, так очень аппетитно смотрится на губах. Он действительно смягчает их, делает такими очень ухоженными. И розовый оттенок смотрится очень чувственно на губах. И при этом, когда сам блеск уже съедается, там в течение дня куда-то впитывается, пропадает, на губах еще довольно долго остается вот этот естественный нежно-розовый оттенок. Когда он закончится, я даже не знаю, чем его можно будет заменить, потому что он действительно уникален. У Эвелин то ли в конце лета, то ли в начале осени вышли помады, которые называются Oh My Kiss. У меня есть очень много оттенков, и мне их повторно прислали. Не знаю, наверное, произошла какая-то ошибка, поэтому когда у нас с вами будет конкурс, я обязательно разыграю мои любимые цвета. Очень удачная и цветовая палитра, начиная от нюдовых оттенков. Есть и красивые пыльно-розовые, и также более яркие. Я же, не изменяя себе, выбрала те цвета, которые чаще всего использую. И очень здорово то, что это небольшие легкие помады, которые не занимают много места в сумочке. Не знаю, как вы, а я очень рада, что они такие миниатюрные, то есть я действительно успею их допользовать до конца, и они не испортятся, что часто случаются даже с самыми любимыми. Сейчас у меня на губах оттенок 0,8. Также мне нравится 0,2, такой более как бы ягодный, 12, пыльно-розовый, и еще 1, такая тоже нежная чайная роза. Эти помады зацепили меня тем, что у них приятная формула, то есть они кремовые по текстуре, они не будут держаться на протяжении 12 часов, но зато они ухаживают за губами и очень приятно ощущаются. То есть это и уход, и цвет два в одном. Когда за окном холодно, или для тех, у кого постоянно обветренные пересохшие губы, это дополнительно плюс. Они не подчеркивают какие-то шелушения на губах. Именно такие помады делают губы сочными, такими как бы наполненными и общий вид более отдохнувшим и молодым. Очки, которые я носила очень много и очень часто этой осенью, это очки из Zara. Вы однозначно их видели у многих блогеров, и частенько девчонки не признаются, что же это за аксессуар. Да, они не особо защищают от солнца, но то есть как каждые очки в масс-маркете, но у них очень красивая форма. Если вы хотите купить качественные, более дорогие очки, тоже без всяких там декоративных деталей, то у марки Saint Laurent есть очень похожая модель, и они, конечно, ну и по ощущениям, и визуально ты тоже видишь, что это достойные, достойные очки, но мне настолько припекло. Я увидела в Zara и думаю, мне они так нужны, вот прям горит в одном месте. Ну, такое случается, купила в Zara, и вы знаете, я абсолютно не жалею. Вообще у меня сейчас какая-то мания на черные очки, я купила себе еще одни, такие более добротные. Я покажу вам их, скорее всего, в отдельном видео о покупках или же в каком-нибудь влоге. На этот бронзер я облизывалась очень долго, но как-то не приходилось мне попробовать его именно на лице. Потом летом мы с Викой из Германии были вместе в одном номере, в поездке утром красились, и я спрашиваю, это у тебя случайно не Бека? Она говорит, да, а можно я попробую? Спросила я. Она, да, конечно, бери. Вот я нанесла его на лицо и думаю, о, когда у нас будут скидки, я обязательно его куплю. Этот бронзер имеет настолько нежный, приятный оттенок, и текстура такая, как я люблю. То есть он как бы запеченный и супермягкий, прям нереально мягкий, и это не плоский матовый бронзер. Он не подходит для скульптурирования, то есть это для того, чтобы придать немножко теплоты вашему лицу, такой слегка загорелый эффект. Вот, и он не матовый, он скорее сатиновый, то есть он без блесток, но при этом он придает красивое свечение лицу. Это не как хайлайтер, это просто что-то новое, чего у меня в косметичке еще нет. Представляете? Такого еще нет. И оттенок очень симпатичный, называется Бали. Вот, я не то чтобы ни разу не жалею, это просто одна из лучших покупок за последнее время. Если вы его хотели, если у вас такой же оттенок кожи, как у меня приблизительно, то знайте, что да, он достоин ваших денег. Из ухода у меня практически ничего не изменилось, я уже подробно обо всем рассказала. Еще раз напишу название средств, которые вы сейчас видите, и также оставлю ссылки на те видео, где я рассказывала о них в деталях. Для тела. Для тела в последнее время мне хочется чего-то такого максимально улажняющего, с укутывающим ароматом, чего-то сладкого, чего-то такого очень уютного. И чтобы сладко было прям аж во рту, знаете, намазаться, не ем, так хоть намажусь. Вот, и я нашла у себя в запасах вот такой бальзам для тела от марки Эвелайн. В принципе, я могу сказать, что и бальзамы для тела мне очень нравятся, у них есть несколько линеек, и вот этот мне сейчас понравился и по эффекту, и по аромату, и вечером я прям вот так религиозно, можно сказать, пользуюсь, потому что мне сейчас нужно ограничить и молочку, и сладкое, и мучное. Короче говоря, я просто с удовольствием намазываю на себя все это, и хочется прям максимально насладиться этим ароматом, хоть через обоняние. Пахнет, у меня аж прям слюна выделяется, когда я об этом рассказываю. Пять растительных экстрактов, активно увлажняющий бальзам молочко для очень сухой, обезвоженной кожи, и он действительно предотвращает пересыхание, то есть, как бы ты наносишь, ты чувствуешь увлажнение, и понимаешь, что для сухой кожи это настоящее спасение. После бритья тоже отлично подходит. И здесь есть и масло ши, и кокосовое масло, и растительные экстракты в составе. Вот, мне очень понравилась, у него легкая текстура, то есть, это как более плотное молочко, оно быстро распределяется, быстро впитывается, и я вот умываюсь, дальше ношу бальзам для тела, пока я чищу зубы, все там впитывается, одеваю пижаму, и к постели я не прилипаю. Если вы любите очень сладкие отдушки, то присмотритесь к вот этой версии, а если вы хотите что-то другое, что-то более нейтральное, то у Эволайн тоже найдете и другие, всякие разные. Никогда бы не подумала, что в фаворитах я буду рассказывать о дезодоранте. Просто раньше, чем бы я не пользовалась, работало, все. Но в один прекрасный момент я поняла, что мой дезодорант меня очень сильно подводит. Причем в такой ситуации, когда как бы нужно было благоухать о чем-то приятном. И потом я купила другой, он тоже не работал. То есть, я покупала там DAV, Rixxon, Nivea, и все было хорошо. А потом они резко перестали все работать. Я не знаю, с чем это связано, напишите, было ли у вас что-то такое. И я отправилась в аптеку, вспомнила, что все так советуют вот этот дезодорант. Вы еще писали мне, что красно-черный, или с какой-то красной крышечкой, там тоже замечательный. Я взяла самый обычный, классический. Думаю, начну с такой лайтовой версии, потому что тот с такой максимальной защитой. И вы знаете, даже когда я была на съемках, то есть, когда я нервничаю, тогда мне нужен конкретный дезодорант. Вот. И он меня спас, даже можно сказать, потому что чувствуешь себя не очень комфортно. Еще носить с собой дезодорант и помнить об этом. Ну, я к такому не привыкла. И я не страдала обильным потоотделением. Господи, о чем я вам рассказываю? Ну, в общем, если у вас есть такая проблема, если вы хотели узнать мое мнение по поводу вот этого дезодоранта, то, да, он отлично работает. И однозначно, это не первая и не последняя баночка от Виши. Да, не сказала, что это, но вы видите, дезодорант Виши замечательный. Я и Прыщи — это просто как две лучшие подруги, которые шли рука об руку на протяжении этой осени. Замечательно. Меня обсыпало очень сильно. И вы знаете, это сильно бьет и по самоуверенности, и влияет на то, как ты себя ведешь, и даже в каком-то плане на настроение. Я говорю это не потому, что у меня было два прыща, и они прошли через три дня. Нет, я говорю о нескольких высыпаниях, каких-то ответственных моментах, когда для меня было супер важно выглядеть хорошо. И, скорее всего, это все продолжалось на нервной почве. И меня спасало вот это средство от марки Holy Land. Да? Да. Называется оно Double Action. Это такая болтушка на основе цинка. И, в принципе, если у вас продается что-то, где есть в составе цинк, он успокаивает, подсушивает воспаление, снимает вот это сильное раздражение. И я наносила его точечное. Вы знаете, оно, конечно же, за один вечер, за одну ночь, за один день высыпания, воспаления не убирает. Тем более подкожное. У меня это были какие-то подкожники, да? Такие как шишки по лицу, которые невозможно не выдавить, ничего, просто им нужно дать время. Вот. И помогало, работало, ну, хотя бы немножко гасило это все. Если это какое-то высыпание, которое раз в месяц появляется, да, то с ним он справляется за один, не раз, ну, за одну ночь, скажем так. То есть, через два дня все проходит. Вообще, очень люблю. И я советую не тонирующую версию, а именно вот такую классическую. И, наверное, последнее из ухода, это базовый восстанавливающий крем от марки Pixi. Он уже очень давно у меня, но я просто забывала вам о нем рассказать. Кстати, одна моя зрительница прислала мне фотографию, говорит, Оль, вот есть такой крем, он очень хороший, ты его оценишь. А марка Pixi часто и много присылает всего. Я даже потерялась в том, что у меня есть. Потом смотрю, у меня тоже есть этот крем, я попробовала им пользоваться. Этот крем идет с церамидами, то есть они восстанавливают защитные функции, защитный барьер нашей кожи. И когда вы пользуетесь кислотами или какими-то очищающими масками или ретинолом, очень важно не просто давать своей коже восстановиться на протяжении одного дня или нескольких, в зависимости от того, чем именно вы пользуетесь. Или же, если вы подвергаетесь воздействиям холодной температуры, ветра, мороза, все это меняется, да, ты выходишь на улицу, там холодно, приходишь домой, жарко, сухо. Вот поэтому нужно обязательно своей коже давать возможность восстановиться и, конечно же, помогать ей. И вот такие уходовые средства именно с церамидами очень хорошо работают, особенно в холодное время года и особенно с агрессивными сыворотками, которые наносят микротравмы нашей коже. Я сейчас говорю о кислотах и всяких отшелушивающих штуках. И вот этот крем имеет легкую текстуру, она скорее гелевая, но он очень хорошо питает кожу и, по моим ощущениям, он может подойти даже жирной, обезвоженной коже, комбинированной хорошо, конечно же, сухой. И он идет с розой, действительно имеет такую легкую, чуть не сказала фруктовую, не фруктовую, а наоборот цветочную отдушку, но это не та такая старомодная роза, которую очень многие боятся и просто на дух не переносят. Вообще, марка Pixi меня удивила и порадовала, все их тоники очень сильно любила. По-моему, сейчас у меня практически все закончилось, что говорит о том, что реально я допользовала их до конца. И еще есть аромат, который я планирую купить, если вы находитесь в поиске чего-то, мне достался пробник. Я его использовала прям по чуть-чуть, чтобы он оставался, чтобы прочувствовать, подходит он мне или нет. Это Paco Rabanne Olympia, только я не помню, какая у меня была, или intense, или классическая. Вот еще раз отправлюсь в магазин, но обратите внимание, если вам нравятся такие ароматы, как мне, это как смесь Элиона и, ну скажем, Армани Кот. То есть, что-то между ними, очень интенсивный, женственный, для уверенной в себе девушки, именно на холодное время года. Он обволакивающий, он такой укутывающий, согревающий, дарящий комфорт, как хорошее, качественное, шестяное пальто. Вот, и его не нужно много, потому что он обратит на себя внимание всех окружающих, и если вы пройдете, он оставит шлейф, поэтому наносим в умеренном количестве, чтобы никого не душить, но это такой очень яркий, очень, он даже не звонкий, но такой заявляющий о себе аромат, но он не тягучий, не душный, с ним комфортно, просто в течение дня. Я хотела себе новый аромат, но как-то ничего не цепляла, а потом мужу пришла какая-то посылка, он что-то покупал онлайн, и там был пробник. Я нанесла и говорю, слушай, это то, что надо. Все-все фавориты осени в сборе, я надеюсь, что вам было интересно, и вам понравилось это видео. Если да, не забывайте поставить пальчик вверх, это очень приятно и мотивирует еще один небольшой момент. Все это время моя чашка вовсе не была пустой, она наполовину полная, и такая формулировка мне нравится гораздо больше. На этом будем прощаться, всех целую и обнимаю, пока-пока!